Залина Ильянова более подробно расскажет о деятельности регионального министерства культуры. Она сейчас в нашей студии. Залина Исраиловна, Сэрик Холшин, приветствую вас. Здравствуйте, Сэрик. Добрый вечер. Как вы отметили на встрече с главой Ингушетии, на реализацию нацпроекта «Культура» в этом году выделено более 88 миллионов рублей. Этих средств будет достаточно? 86 миллионов из них выделено именно на капитальный ремонт и строительство. Они осваиваются у нас, заказчик у нас является Минстру этих объектов. Ну и миллион 600 тысяч это было на оснащение мемориального комплекса, оборудованием, а также именно необходимой технической базой для осуществления деятельности музея. Что касается домов культуры, начатые в прошлом году два дома культуры в селении Датых и в селении Гербик-Юрт, они в этом году уже на стадии завершения, работы там проведены в объемах 99%. Мы сейчас готовимся к открытию этих объектов. Средства освоены на 100%. Кроме этого, в этом году в Джарахском районе начато строительство дома культуры. Нам 45 миллионов в этом году, но мы планируем на будущий год, это переходящий объект, планируем увеличить сумму, чтобы сделать его более надежным, более оснащенным, потому что самые отдаленные районы нашего региона, они действительно нуждаются в этом. Культуры там были, если я не ошибаюсь, построены еще в 40-50-х годах некоторые. Поэтому это очень важно. Кроме этого, мы в этом году подали еще дополнительно заявки на строительство нескольких домов культуры в тех селах, где еще у нас это не охвачено. — Гербекюр тоже относится к этому списку? — Гербекюр там уже строится. — А в Джарахе? — В Джарахе есть у нас еще... — На месте старого ДК, да? — Да, там на месте старого ДК, но у нас еще есть село Гули, Альгетти. В Лежге у нас построено в прошлом году. Я думаю, что в этих селах тоже дома культуры не повредят. — А как идет подготовка к празднованию столетия ингурской государственности? — С празднования столетия государственности мы начали еще в прошлом году, потому что все мероприятия, которые ведутся, все спектакли, постановки, сценарии, они уже идут с учетом того, что это будет именно к столетию. Кроме этого, готовятся новые постановки хореографические для наших государственных ансамблей Ингушетия и Магаз. Это тоже будет в будущем году. Мы рассчитываем на большие гастроли по регионам России. Также будем выезжать, скорее всего, и в Казахстан, в Белоруссию. Также у нас планируется обширная гастрольная программа для всех четырех театров. Они и в этом году хорошо погастролировали. Но я думаю, на следующий год это уже будет под эгидой празднования столетия. Само мероприятие, главный праздник, он пройдет, ну как и в прошлом году. Это будет в Сунжи на стадионе. Грандиозным праздником. Мы все-таки рассчитываем показать нашим жителям что-то новое, что-то необычное. То, что действительно запомнится надолго. Потому что сто лет – это очень большая дата. Раз мы заговорили про Сунжи, там тоже была реконструкция, масштабная реконструкция Дома культуры. Да, у нас прекрасный, теперь уже дворец культуры, мы его так называем, отреставрирован, сделан ремонт, оснащен. Он сейчас принимает детей, он работает. Это действительно такое место, которым можно гордиться. Но вы еще, наверное, знаете, что у нас в этом году там открылась художественная галерея. Большой выставочный комплекс. Это 2000 квадратных метров просто выставочных площадей. Такого еще в нашей республике не было. И мы надеемся, что уже осенью этого года мы примем у себя лучшие музеи страны. Музей изо тоже преобразится в скором году? Да, музей изобразительных искусств в городе Карабулак у нас в этом году ремонтируется. Капитальный ремонт. Он преобразится, ну, по крайней мере, именно в тех рамках, которые позволяют эти средства. Потому что музею все-таки надо понимать, что это такое направление, это очень дорогостоящее направление, очень дорогая часть искусства всегда. Но, к сожалению, не получается так, как мы хотели, чтобы это был действительно храм искусства, куда люди приходят, даже до того, пока они не увидели еще никаких объектов культурных. Но само здание, сам зал, и все это должно уже вызывать какой-то трепет душевный. Также на вашей встрече с главой Ингушетии вы отметили, что за первые полугодия жители региона более миллиона раз посетили культурно-массовые мероприятия. Это довольно хорошие цифры. Да, действительно, у нас... Что на это повлияло вообще? Ну, у нас люди вообще любят искусство, творчество, они с удовольствием ходят на концерты, на спектакли. Когда бывает премьера какого-либо спектакля, там бывает аншлаг, билетов не купить. Концерты тоже, да. А такие массовые мероприятия, которые мы проводим на улицах города, там Сунджи или Магаса, они всегда привлекают жителей. Поэтому за счет этого... Потом еще эта цифра, она складывается из числа посещений наших музеев. Туда же входит и музей-заповедник Джайрах. Поэтому это не только та цифра, где люди пришли, купили билет, сели посмотреть где-то в зале. Это большая цифра, это и библиотечные мероприятия, это музейные мероприятия. По многому этому поспособствовала, наверное, и программа «Пушкинская карта». Программа «Пушкинская карта» поспособствовала прежде всего тому, что дети начали посещать мероприятия. Вообще изначально эта программа была направлена на то, что подрастающее поколение получало воспитание, обогащалось искусством, приобщалось к самому прекрасному. И учитывая именно этот факт и насколько это важно, мы всегда очень тщательно отбираем именно тот репертуар, который идет по Пушкинской карте. Чтобы это действительно обогащало культурное ребенка. Это не должно быть каким-то развлекательным мероприятием, просто шоу или эстрада. А все-таки направлено на то, чтобы шло воспитание ребенка и патриотическое, и духовное. Залина Иссо Леонидовна, первое полугодие позади, итоги подведены. Помимо озвученных, какие планы на второе полугодие? На второе полугодие у нас скоро начинается театральный сезон премьер. Все наши театры нам представят свои премьеры, постановки именно по результатам тех субсидий, которые выделяются для постановок. У нас все театры в этом году это получили. Они нам будут показывать свои работы. Поэтому осень это у нас всегда такой театральный сезон. Я думаю, что будет очень все интересно. Но самое главное событие, наверное, то, что в этом году у нас впервые в регионе открывается школа креативных индустрий. Мы открываем ее на базе Центра театра кино и креативных индустрий в Магасе. И базироваться он будет в образовательном центре города Магас. У нас уже завезено оборудование, сейчас идет установка программного обеспечения. Это будет действительно уникально для нашего региона. В принципе, вообще школы креативных индустрий по всей России начали создаваться только второй год. Два года всего лишь. Их всего, по-моему, несколько по всей стране. Но это первое будет у нас. Я думаю, 1 сентября мы откроем свои двери для любого ученика, ребенка, который хочет получить очень интересное образование. Это в сфере искусства, это электронная музыка, это фото, видео, монтаж. Там много направлений. Но пока мы открыли всего лишь три студии, в том числе и студию звукозаписи. Ну что ж, на этом все. Желаю вам успехов в реализации всех ваших целей. Благодарю за это. Спасибо. До свидания.